спасибо большое что пришли в достаточно позднее время пятницу вечер много других дел но постараюсь так сделать так что вам было интересно мое сегодняшнее выступление называется ньютон и амперы войти вообще мы говорим сегодня про людях про то что они могут и как они неожиданно нас приводили каким-то замечательным открытием вот знаете почему ньютон и амперы потому что мы их знаем со школы мы знаем ньютона ампера других ученых а как бы кто наши люди которые обеспечили сейчас цифровый мир все-таки надо ориентироваться на людей потому что мы сначала узнаем их фамилии потом узнаем что жили они в какое-то интересное время потом мы читаем их биографию узнаем интересные факты об их жизни ну и как-то может быть проводим параллели и пытаемся для себя проходить пожалуйста да все хорошо проходить про как-то проводим для себя параллели и делаем тоже замечательные вещи ну у меня сегодня будет три части в этом выступлении я вдохновлялся дюма когда писал заголовки этих частей поясню почему дюма не знал что такое спойлеры видимо потому что если читать мушкетеров то у него главы так и называются то есть вот ты читаешь главу в которой значит идет определенная любовная линия да и кто читал помню да викон добро жил он побежал согласовывать кандидатуру своей возлюбленной с королем и глава следующая называется эта глава в которой король не считает что значит она подходит для виконта добро жил он и как бы спасибо большое за то что дальше интересно было читать что же сказал король и не вы мы рассуждаем о том как называть те кто предлагает новые если не то на амперы мы называем их учеными как называть этих людей вообще говоря сложно провести грань сейчас между вот этими людьми мы можем сказать что это ученые а может быть они инноваторы инженеры изобретатели предприниматели или есть еще другие для них синонимы конечно можно устроить лекцию на тему то чем это отличается провести параллель но знаете мы говорим про тех кто сделал мир айти но если хотя бы век назад копнуть и посмотреть на людей которые начинали свои разработки примерно 100 лет назад ну например вот это не то что викторина я просто решил сначала подсветить может быть кого-то вы сразу узнаете кого-то вы узнаете чуть позже кого-то вы узнаете только с моей подсказки я бы сам не всех узнал если бы не не выбирал более удачную фотографию ну может быть помогут второй вот этот ряд фотографий мелко конечно не видно может быть все поэтому я про этих людей расскажу потому что а почему не считать их тоже теми людьми которые создали мир перед цифровым миром или мир технологий разного уровня и как раз таки если мы будем смотреть на то чем они друг от друга отличаются возможно мы запутаемся вот генри форд генри форд который мы знаем что он изобрел конвейер но он не изобретал он просто его успешно внедрил так что это внедрение стало настолько популярным что он стал в умах людей изобретателем конвейера вот а фактически он как говорят вдохновился тем что вилл как на кусок столи скотобойни то ли где-то двигали мясо на цепях он подумал что раз мясники не ходят собственно говоря то почему же то же самое не сделать изобретением машин ряд наших соотечественников если видно то видно их изобретение кого-то вы конечно же знаете вот владимир зворыкин инженер фактически 20-е годы изобрел кинескоп с чего собственно берет начало все телевидение игорь сикорский конструктор инженер да мы знаем что он сделал вертолет но только бомбардировщик илья муромец первой мировой войны тоже собран им соответственно вот в тридцатые годы уже эта фотография сделан тридцатые годы он предложил первую модель вертолета александр понятов не все знают его изначально хотя он более того еще мало того что он соотечественник он еще уроженец татарстана вот соответственно да совершенно верно он и в сороковые годы открыл компанию ampex его инициалы плюс как бы экспериментал потом это excellence стала сначала занимался звукозаписью а потом он предложил первый коммерческий видеомагнитофон говард хьюз говард хьюз это тони старк видишь говард хьюз' считаю что это тони старк потому что это не во рисовали тони старка не с не сна на маска как сейчас считают некоторые это может быть фильма вдохновляет сим поэтому в второй части железного человека из камео илона маск говард хьюз это был продюсер режиссер актер который заниматься кинематографом и вдруг его его вдруг заинтересовала авиация он вдруг Он сначала изучил летное дело, потом, значит, он начал заниматься инновациями в самолетостроении. Цельный металлический фюзеляж, значит, выдвижные шасси, некоторые инновации в автопилоте, в навигационной технике. Это Говард Хьюз и его компания. Да, он, кстати, у него были, конечно, проблемы разного толка, но так или иначе, почему же нельзя его назвать одним из этих вот слов? Сергей Королев, не нуждающийся в представлении, я думаю, что как раз-таки выбирая фотографию с каким-то изобретением, все-таки вот Королев тот человек, который дал нам Гагарина и дал нам спутник первый, и первого человека в космосе, и ракета, которая смогла этого человека в космос отправить. А его виз-за-виз штатов Вернер фон Браун, отец американского ракетостроения космического, но если копнуть в первый план 20 века, изобретатель ракет Фау, конструктор ракет для нацистской Германии, который сдался американцам и сказал, что я изобрел такую штуку, что я боюсь немцам ее отдавать окончательно, поэтому я задаюсь американцам. Ну, надо сказать, что Королев тоже участвовал в создании баллистических ракет, но, слава богу, наверное, в 50-60-е годы оба этих ума сконцентрировались больше на космической программе, и Вернер фон Браун тоже вошел в историю как автор, главный конструктор того корабля, который, собственно говоря, отправился в космос и высадил человека на Луну. Ну, если только вы не адепт точки зрения, что не было никогда высадки на Луну, я, пожалуй, оставлю. Так или иначе, эти люди, кто они? Изобретатели, ученые, инженеры, предприниматели? Давайте в Википедии спросим. И Генри Форд, единственный человек, про который Википедия пишет, автор 161 патента. У нас в университете это тоже хорошо, у нас в показателях эффективности пишется, сколько ты патентов сделал. Единственный, про кого Википедия пишет, про Генри Форда. Вот Зворыкин, изобретатель-инженер. Сикорский авиаконструктор, ученый-изобретатель. Понятов электроинженер. Говард Хьюз, предприниматель-инженер. Ну, видимо, все инженеры. Королев только упомянут как ученый. Вернер фон Браун просто конструктор. Я еще, конечно, убрал их другие альтер-эго, что Сикорский — это философ, а Говард Хьюз — это продюсер. Но всех их объединяет слово, что они пионеры. И, наверное, это будет самым правильным сказать, что пионер — это тот, кто, неважно каким образом, но смог дальше продвинуть область, которой он занимался. Ну и давайте посмотрим, как это все начиналось. И мы перешли плану ко второй части. Кто-то вдруг смотрел мои выступления на пронауках, сейчас будет немножко пересечение с одной моей лекции, когда я рассказываю про основания IT с точки зрения математики, но я немножко по-другому это расскажу. А вообще говоря, современный наш цифровой мир зародился даже не в задачах, которые перед ним ставили, что вот, мол, надо как-то нам делать. Он зародился в том, что люди в 2019 году столкнулись с проблемами и вовсе не в инженерном деле, а в более интеллектуальных, а в более абстрактных вещах. Это математика как таковая. О чем речь? Если вы посмотрите на то, что изобретали в плане математического аппарата, который изучается сейчас в школе, вплоть до 11 класса и в начале первого курса университета, вы увидите, что заканчивается все примерно 18 веком. То есть вот интегралы, формула Ньютона-Лейбница. Ньютон-Лейбница — это примерно Петр I. Ну, примерно. Неужели как бы после этого математическая наука, она не продвинулась? Ну, конечно, продвинулась, как бы глупо говорить. Математики вроде бы с тех пор никуда не пропадали. Но дело в том, что в 19 веке скорее можно сказать, что они, конечно, двигаются эволюционно, и появляются новые науки, но они фактически идут в сторону от вычислений, которые имеют практико-ориентированный характер. Нет, конечно, они есть. Но появляются новые науки, которые, в принципе, до применения которых сейчас в инженерном деле пока еще далеко. В анализе космоса, может быть, уже время настает, потому что есть уже пересечения. И с другой стороны, математики начинают немножко заниматься анализом собственной науки. Они говорят о том, что, слушайте, а вот в геометрии есть аксиомы, замечательно, отлично, мы выводим всю геометрию из набора аксиом. А в математике что-то у нас нет. Вот нельзя так отмотать математику, размотать до аксиом. И их начинает это пугать. Они говорят, мы занимаемся правильными вещами или нет? Корректно ли все то, чем мы занимаемся? У геометров же все замечательно, хотя на самом деле тоже не очень. Что геометры могут свою науку размотать до аксиом, но и в аксиом они не до конца верят, не во все. В 19 веке продолжается сомнение геометров в том, что Евклид нам дал абсолютную истину. Они читают пятый постулат и говорят, мы не верим, ну не очевидно, но слишком какой-то, вот как будто подогнали доказательство. Ну нет, доказательство, формулировку как будто сделали так, как хотели. И ряд геометров придумывает некий переход в таком мышлении. Один из этих геометров это Лобачевский, который, я напоминаю, у нас же научно-просветительская ректория, кроме того, что он геометр, ученый, он еще ректор Казанского университета был. Вы можете зайти в двор главного здания, это было построено уже при нем как при ректоре. И Лобачевский, он аксиому говорит, она раз не доказана, то с точки зрения логики я могу ее развернуть на обратную. И говорит, через точку, не лежащую напрямую, можно провести, значит, так, множество прямых, не пересекающихся с данными, при этом не параллельных, а не пересекающихся, это важный момент. И он на этом строит некоторую теорию, к нему начинает придираться, говорит, ты что, ты не в себе, ну я уж, извините, такой стендап, давайте правду говорить, да, будем. Его не понимают. И он говорит, подождите, я просто ее придумал для того, чтобы посчитать вот эти интегралы. И он издает, собственно говоря, там работы, которые показывают, как он свою геометрию применяет к исчислению интегралов. Ну после этого начинается его ректорская карьера. Я читаю книгу такую интересную про ректоров Казанского университета, и там, собственно говоря, почти все ученые в 19 веке, они как бы пишут письма в Миноборг, говорят, что, ну, просвещение тогда, да, народное просвещение, говорят, пожалуйста, мы хотим заниматься наукой, я занимаюсь только там какими-то строительными делами, ну дайте нам время на то, что, дайте мне время, чтобы это тоже наукой позаниматься. Бутлеров, Симонов, вот. Так вот, фактически, Лобачевский, я еще раз говорю, что он сделал в 19 веке, то есть происходит, ну, что такое 19 век культурно в мире? Это век, когда была только что французская революция, когда была эпоха просвещения, и вот каждый толчок в любой какой-то сфере мыслительной, он порождает новые толчки мыслительные в других сферах. И вот если в геометрии это творится, математики думают, так мы тоже хотим такие же основания, мы тоже хотим аксиоматическую теорию математики. Ну, они появляются, переосмысляются логикой, появляется наука под названием математическая логика, появляется теория множеств, которую мы знаем сейчас, которую мы изучаем, кстати, как, ну, начало теории множеств, мы изучаем как базовые дисциплины. И эти науки претендуют как начало математики как таковой. Ну, претендует и претендует, давайте посмотрим, как там все хорошо в матлогике. В матлогике у нас есть исчисление высказываний, большая часть присутствующих, я думаю, знает про то, что такое истинный ложь, что есть понятие высказаний, и у него значение только истина или ложь. Например, земля плоская — это ложь, земля там не плоская — это истина. Есть операция отрицания высказываний, которая говорит о том, что это не вот это высказывание, то есть а отрицание, вот так вот черта, пишется над буквой а. Например, а я сегодня выспался, а с отрицанием я сегодня не выспался. Вроде бы все хорошо, пока, как говорят, нам неизвестен тот человек, которому первым пришло в голову это, но, собственно говоря, а нет, стоп, еще один, это саспенс нагнал, а слайд неправильный, сейчас. Значит, в матлойке еще известен такой закон, как двойное отрицание. То есть, ну, если неверно то, что неверно, значит, это верно. Если не истина то, что не истина, значит, это истина. В принципе, все правильно. Соответственно, закон двойного отрицания — это то, как математики доказывают теорему от противного. Ну, то есть предположим, что это неверно, получаем противоречие, значит, неверно то, что это неверно, и мы, соответственно, пытаемся говорить, что это верно. Вроде это логично, но, и вот теперь мой саспенс, если взять высказывание под названием, это высказывание ложно. И меня спрашивают, а это истина или это ложь? Нет. Если это истина, значит верно то, что данное высказывание ложно. Значит, походу, это ложь. Но если это ложь, что данное высказывание ложное, значит оно истинное. Опять же, неизвестно, сколько людей промучилось с такими, собственно говоря, вещами, но это шок. Почему? Ну, то есть веками математики доказывают теоремы, в том числе от противного. И тут выясняется, что закон двойного отрицания не работает на каких-то случаях. У них начинается кризис. Кризис порождают разные точки зрения. Между точками зрения начинается война. Вот у меня, повторюсь, в другой, да, ну этот, парадокс лжеца это называется, в другой лекции я говорил, что там война, там реально война между математиками. Там одни свою теорию выдвигают, как можно это обойти, другие говорят, что все не так. Первые выкидывают их из редакторов журнала, они их отменяют просто. Они говорят, все, не публикуйте больше их статьи. Потом доказывают теорему, что первые тоже, в принципе, ну не правы. Из этой все кризиса появляется теория о том, среди ряда ученых, что надо нам как-то по-другому конструктивно строить вычисления. Что нам надо трактовать вычисления функции или чего-то, как что есть алгоритм, который умеет считать это вычисление. Ну, например, мы знаем, что такое а плюс b. У нас есть умножение, сложение столбиком и так далее. А вот надпись косинус x, она невычислимая. Эта запись косинус x не содержит… Если вы этот ко мне, то этот… Я вас боюсь, а если вы выйдите, пожалуйста, вы спокойно можете. Итак, запись косинус x не говорит нам, как это считать. Запись a плюс b говорит. Запись как бы логарифм не сразу нам говорит, как это считать. То есть суть в том, что каждая функция должна быть вычислимой. Значит, раз вычислимая, значит, надо каким-то образом ее считать с помощью некоторого алгоритма. И тогда коллеги думают, так, алгоритм – это, в принципе, последовательность шагов, которые я могу описать словами. Но словам мы больше не верим, потому что парадокс лжеца, потому что двусмысленные вещи. И это означает, что надо предложить некоторое формальное конструирование того, как считать функцию. Соответственно, появляется что? Появляется со стороны ряда ученых идеи. А как же нам считать функции? Предлагаются разные абстрактные конструкции. И одной из таких конструкций становится вычислительная машина Алана Тьюринга. Вот эта картинка из интернет, как она работает. Фактически он, в отличие от остальных ребят, которые предложили подход через функции, предлагает подход через прямо машину, якобы, которая существует, и которая делает определенные действия. Остановимся подробнее. Значит, эта машина, она представляет собой модель вычислений. Каким образом она работает? Во-первых, у нее есть лента, которая является входом и выходом. То есть на нее записываются данные, и с нее они считываются, записываются новые. Эта лента подвергается считыванию. Считывание идет с помощью считывающей головки. Вот тут это такой микроскоп или лупа, я не знаю, это, собственно, ни то, ни другое. Это труба подзорная. Или вот это, видите, такой указатель. Значит, смотрите. У машины есть понятие состояния. Состояние — это такая протопамять. Вот у нас в компьютере есть оперативная память. Вот состояние — это вот тогдашняя модель памяти. То есть в каком состоянии я нахожусь, я помню, что я тут оказался потому что. И есть программа, которая работает следующим образом. Машина каждый шаг своей работы смотрит на ленту, считывает символ, смотрит на состояние. И по своей программе, которая является таблицей, она определяет, в какое новое состояние перейти, какой символ записать там, где она находится, и куда передвинуть считывающие головки — влево, вправо или стоять на месте. Опять же, перед вами абсолютно реальная таблица машины Тьюринга для функции x плюс 1 всего лишь-то. Почему это так? Вот это самый сложный слайд, но остановимся на нем. Итак, серым цветом я сначала дам, как это читать. Серым цветом я располагаю как раз ленту. Вертикально расположены шаги. Первый, второй, третий шаг. То есть это как бы во времени идет. Что такое сложить единицу к числу? У меня здесь двоичная система. Ну, если вы не знаете двоичную систему, не страшно. 0 плюс 1 будет 1, а 1 плюс 1 будет 10. И так далее. Так вот, получается, мне что такое прибавить единицу? Это надо дойти до края числа, а машина Тьюринга по-другому не понимает. Дойти до края и дальше попробовать прибавить единицу. Если там 0, к нам везет. 0 плюс 1 будет 1, и мы заканчиваем работу. А если там единица, ты ставишь 0, 1 в уме и идешь налево. Опять, если 0, тебе повезло, конец работы. А если 1, опять ставишь 0, идешь налево. Так вот, смотрите, машина эта Тьюринга, это примитивная конструкция. Она умеет только подай-принеси. Смотрите. Вот смотрите на желтый и на зеленые квадратики. В самом начале она говорит, она должна дойти туда, как бы в край числа. В край это что означает? Все время двигаться направо. Если вы посмотрите, то, видите, машина в состоянии 1 идет направо при любом символе, который мы считаем. 0 считали, идем направо. 1 считали, идем направо, 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 направо. Видите, она двигается, двигается, двигается направо и не встречает пустой символ. Это как бы конец числа. Она такая, ой, я промахнулась. На шаг назад. И дальше мы переходим в состояние С2. Состояние С2, почему это память? Потому что машина помнит, что она дошла до края. И теперь надо пытаться складывать. Как складывать? Ну вот я только что сказал, 0 плюс 1 будет 1. И конец. А 1 плюс 1 будет 0 пишем. И продолжаем пытаться единичку складывать. Посмотрите. В С2 я встречаю единицу. Значит, я 0 пишу и двигаюсь дальше. Посмотрите. Вот С2 встречаю единицу. Пишу 0, остаюсь в С2 и двигаюсь влево. И машина это и делает. В С2 встретил единицу, написал 0, передвинулся налево. А вот в С2 уже над ноликом. Я говорю, о, а сюда надо поставить единицу и остановиться. Это, если сразу не поняли, не страшно. Я ее понял через 3 месяца, как начал учиться на первом курсе. Но мне, правда, никто не рассказывал. Точнее, меня заинтересовали. Я пытался изучать. Но, в общем-то, главное, что надо понять, это подай-принеси. Подай-принеси. То есть посмотри туда, посмотри сюда, сдвинься и запиши. Ой, посмотри теперь сюда. Примитивный компьютер. Любой алгоритм можно было сделать на машине Тюринга. Это такой тезис. Он сформулирован. Его пока не опровергли и вряд ли опровергнут. Потому что нет предпосылок. А если я пишу программу под машину Тюринга, то я как бы программирую. Я пишу, ну, код под машину Тюринга. И Аллен Тюринг, он догадывается вот до какого эксперимента, который потом доказывает математически. Он говорит, если я напишу сам текст машины Тюринга и подам его на вход другой машины Тюринга, если я это сделаю, то я смогу построить машину, которую он назвал универсальной. То есть, смотрите, есть некое вычислительное устройство машины Тюринга. Ей на вход подают другую машину Тюринга, закодированную в виде кода и входные данные. И эта машина как бы она работает и выдает мне ответ, как будто бы работала вот эта программа машины Тюринга. И Тюринг в 1936 году доказывает теорему о существовании своей машины. И что? Скажете вы. Ну, подождите. Если машина решает таблицей конкретную задачу, а есть некая универсальная машина, которой на вход можно подать код для любой другой задачи и входные данные, и она как бы выполняется, вы получаете результат, то что-то это напоминает одно устройство, много программ, входные данные и так далее. И действительно, на самом деле, теорема о машине Тюринга это математическое доказательство существования программирования как деятельности. Оказывается, не надо строить кучу компов, которые решают будут разные задачи, то есть вот тебе калькулятор, вот тебе поиск в лабиринте. Нет, достаточно одного компьютера, вычислителя, то есть компьютера, ну то есть одно и то же. Вычислитель, компьютер. Вот оттуда он появляется. Который подает, принимает на вход код, то есть должен человек, который запрограммировал, и код подал на вход, и на входных данных этот код работает. И появляется программирование как наука. Вопрос, где это все реализовывать. Вот Тюринг свою машину реализовал в виде бомбы и колосса. Машин реальных, вычислительных, которые раскалывали немецкую шифровальную машину Enigma. Но вычислительные машины пытались собретать и раньше. Чарльз Бэбидж ее придумал, он ее нарисовал, он не смог ее построить, технологий не хватало. Но он придумал память, он придумал ввод-вывод, он придумал перфокарты. Через примерно лет 10 Ада Лавлейс придумывает, что под эту машину можно писать алгоритмы и становится, by the way, первым программистом в истории. Если вы в Google вобьете, первый программист, это будет Ада Лавлейс. Она при этом придумывает такие штуки, как цикл, ячейка памяти. Кто хоть раз в жизни программированием хотя бы вынужденно занимался, знает, что это фундаментальные понятия, которые предложила Ада, Лавлейс еще под ту гипотетическую машину, которая там была. Предложила, кстати, не только она. Вот у нас как бы наука информатика еще и те, что все с кибернетикой. Если вы читали исследовательские институты, которые занимаются типа информатикой, там все время институт проблем управления, институт процессов управления, управления системой управления и так далее. Откуда там управление? Если управление на гречке перевести, будет кибернетика. Так вот, почему Ампер в этой лекции упомянут вместе с Ньютоном? Ну, Ньютон, почему я не знаю, просто в голову пришел. Ампер не зря упомянут. Ампер предложил науку об управлении. Он придумал, о, кибернетика, наука. Но он сказал, что это наука об управлении государством. Такая была его парадигма. И только в 20-е годы, в 20-м веке кибернетика абстрагировалась от управления государством, сказала, что вот есть некий управляющий контур, управляющий объект управляет и получает обратную связь. Код программный — это реализация управления. То есть, когда программа выполняется, она как бы анализирует данные, которые ей поступили на вход, и в зависимости от этого меняет свою стратегию управления. Это и есть, собственно, реализация принципа управления, то есть кибернетики. Поэтому это и связанные вещи. Поэтому кибернетика также популярна, как слово в программировании в цифровом мире. И мы приходим к третьей лекции. Она будет немножко, она будет менее затратна, хотя бы, по-моему, да, которая говорит нам о том, уже 5 минут, ничего себе, можно хотя бы 10. Тут пока выходили коллеги. Ладно, по-быстренькому. Давайте просто познакомимся с людьми, которые нам продвинули эту науку тогда еще в наш цифровой мир. Тьюринг. Тьюринг победил, еще раз говорю, криптографов Германии времен Второй мировой войны. Вот его машина. Это Энигма, немецкая машина. А это ее копия, о которой немцы даже не знали. Это машина-бомба. Или колосс какая-то из них, которая, собственно говоря, потом расколола шифры. Тьюринг, кроме всего этого, еще о многом думал. Например, о том, как различить человека компьютера. И назвал это тестом тьюринга. Когда человек не сможет понять, разговаривает ли он с компьютером или с машиной. И вот капча, та самая, которую вы вводите, когда сайт подозревает, что вы робот, это аббревиатура от фразы Completely automated public turing test to tell computers and humans apart. То есть полностью автоматизированный, открытый тест тьюринга, который различает, что это человек или компьютер. Капча содержит в себе тест тьюринга. Это именно аббревиатура, имеющая его имя там. Фон Нейман. Математик, который изобрел принципы того, как строятся компы. Двоичное кодирование, оперативная память, что есть отдельно от этого процессор и так далее, это фон Нейман. Фон Нейман придумал, что у памяти есть адреса. Поэтому, когда такие ошибки возникают, и у вас там непонятно, что в каком-то адресе ошибка, вот это в свое время начал еще фон Нейман. Дейкстра, благодарите системы, Дейкстру благодарите за систему навигации, поиск кратчайших путей и прочее. Также Дейкстра придумал замечательную штуку, как семафор. Он был одним из идеологов многопоточного программирования. Вы скажете, зачем нам это надо? То, что вы можете печатать в Word, слушая музыку, параллельно, это заслуга как раз-таки многопоточности, одним из создателей которых был Эдсгар Дейкстра. Хомский. Хомский общий наш ученый с лингвистами. Лингвисты такие, почему-то, что тут делает Хомский? Э, это наше. Вот коллеги тут это знают. Хомский придумал иерархию языков, формальных в том числе. И на основе иерархии Хомского появилась наука, как проверять правильность того, что написано на искусственном языке. А проверка правильности того, что написано на искусственном языке, это компиляция. И компиляторы все опираются на формальные структуры под названием грамматики, иерархию которых предложил Хомский. И когда вы на сайте пытаетесь зайти куда-то, там вам пишут, вы ввели не почту, введите, пожалуйста, нормальную почту. Это вам привет от регулярных выражений, которые тоже опираются на регулярные грамматики, описанные Хомским. Сэр, рыцарь, да? Сэр Тим Бернерс Ли, изобретатель веба. Все, что вы знаете про веб, это HTML-язык, HTTP-протокол, URI, смысл адреса сайтов, это в конце 80-х, начале 90-х создал сэр Тим Бернерс Ли, и мы сейчас этим пользуемся уже лет 30. Так что скажем ему спасибо за это. Дуглас Энгельбард, это тот, кто придумал мышь. Кроме того, что он придумал мышь, он еще и сказал, что давайте мы не просто будем печатать что-то в консоли, мы будем как-то пытаемся что-то подумать про графический интерфейс. Идеолог графического интерфейса, которым сейчас мы тоже пользуемся, Дуглас Энгельбард. Создатели языков программирования прородили все, что мы знаем здесь. Ричи и Томсон, создатели C и системы Unix. Из Unix вытекли Linux, MacOS, iOS. Значит, на C++ написаны все операционные системы, которые вы знаете. На Java написан Android. Тоже операционная система. Наши сервисы используют Java. Банки используют Java. На питоне работает весь искусственный интеллект, вся обработка данных, интеллектуальный анализ данных. Правда, они опираются на скомпилированные C-шные библиотеки, но мы об этом пока никому не скажем. Python использует кучу всего. В частности, еще некоторые соцсети, которые здесь вот логотипов нет, потому что, ну, вот, но тем не менее мы знаем, что они там использованы. Есть люди, которые придумали архитектуру. Это уже другие товарищи, которые сказали нам, что надо код писать правильным, чтобы можно было его поддерживать. Что когда в коде вашем 5000 строк кода, это еще не страшно, но когда их 15 миллионов, то если вы что-то где-то забыли, это потом нужно будет очень долго искать. Вот здесь принцип подстановки Барбары Лисков. Написано, если это выглядит как уточка, то как бы квакает как уточка, но ей нужны батарейки, у вас немножко проблемы с проектированием. Принцип Лисков — это как раз, например, основа того, что если вы используете какую-то лампочку в сети, потом вы берете какую-то хитрую лампочку, но они работают при вашей мощности сети, и она как бы ломается. Вот это нарушение таких принципов. И я уже заканчивал почти. Говоря про искусственный интеллект, нельзя не вспомнить Марвина Мински. Он вообще говоря разносторонний ученый, он предложил конфокальный микроскоп, но при этом всем он еще один из идеологов нейросетей, доказал некоторые свойства персептрона, это одна из первых нейронных сетей, на которой сейчас все основано, и очень много думал про то, как работает машинное сознание. И буквально два слайда, самое последнее, это наши соотечественники тоже. Я начинал с того, что Сикорский, Панютов и так далее. А что было еще пройти? Марков — это случайные процессы, это, ну, скажем, очень используемая вещь в анализе данных и так далее. Адрес и Вельский Ландис предложили структуру АВЛ-дерево, если кто-то знает АВЛ-дерево, это по их фамилиям. Жарес Алферов, Нобелевский лауреат, тот, кто предложил технологии, которые легли в основу как записи компакт-дисков, как работы, собственно говоря, вот этих считывателей и многое другое. А Александр Степанов, приглашенный ученый в Белл, для C++ написал стандартную библиотеку. Она называется STL, это Standard Library, но также и Степанов Library. Ну и современники тоже известные, дурова не представляем. У нас хорошо получается в антивирусах. У нас хороший был продукт Nginx, и он есть. Это сервер для развертывания веб-приложений, 30% работает на нем. Ну и Пожитнов создал Tetris. В общем-то, главные это люди, поэтому помните об этом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok